В завершении нашего выпуска мы, конечно же, встретили нашу блестящую женскую команду по борьбе до 23 лет. Наши девчонки, я так понимаю, Али Максимович, рядом со мной, председатель операции борьбы. Если бы мы были в общем зачете, то мы бы победили. То есть результат потрясающий. Почему в этом году так сложилось? Расскажите. За последние годы женская борьба у нас в стране показывает колоссально хороший результат. И результат работы мы видим на международных стартах. Не исключение стало первенство Европы и прекрасное выступление, прекрасная школа женской борьбы. С уверенностью можно сказать, что топ-5 в мировой борьбе среди женщин входят наши девочки. Поэтому надеемся на дальнейшие результаты наших девочек. Уверен, что они будут. Остается только правильно готовиться, правильно подводиться и показывать результат, прославлять нашу Беларусь. Потрясающая молодежь у нас. А вот что со взрослой командой? У нас впереди Олимпийские игры. У нас здесь лицензия, уточню. И я так понимаю, сейчас идет процесс проверок. Вот этих не самых приятных, не самых справедливых. Но тем не менее, как дела у нас с Олимпийской сборной и Беларусь по борьбе? За последние два года на тех стартах, которые проходили под патронажем Международной Федерации борьбы, никаких вопросов не было, нас допускали. Ну и, конечно же, Олимпийские игры – это соревнования Олимпийского международного комитета. И поэтому мы сейчас на таком этапе дополнительных проверок. Не знаю, что они там ищут. Надеюсь, что все пройдет гладко. И основная информация у нас появится где-то в течение месяца. Последнего. И будем понимать. Я надеюсь, что все будет хорошо. И наши девочки, и наши ребята достойно смогут выступить на Олимпийских играх. Спасибо большое еще раз у вас с хорошим выступлением. Олимп Максимович был в нашем эфире. А «Спорткадр» будет в эфире спустя неделю. Спасибо.